Приветствую! В эфире Вымпел. Несмотря на непогоду за окном, здесь, в уютной компании, мы продолжаем говорить о кино, комиксах, настольных играх и прочих радостях гиковской индустрии. Смотри сегодня в выпуске. Много игр с приставкой 2, Overwatch вышел в релиз, Гвенпул наносит ответный удар и редкая настолка риск. Выпуск начинаем по традиции с пачки новостей из мира видеоигр. В этот раз она получилась особенно увесистой. В сеть попал полный документ Sony, на основе которого игровые СМИ уже несколько дней сливают данные о будущих играх компании. Каких-то откровений или дат релиза нет, и разработку большинства игр из списка инсайдера уже подтверждали. Однако содержимое документа менее интересным от этого не становится. Сперва по франшизе Horizon Zero Dawn. В разработке находится переиздание для PS5, а не ремейк. Также для текущей Horizon Forbidden West разрабатывается сюжетное дополнение по аналогии с первой частью. Стало известно, что игра выйдет на ПК, впрочем, пока без сроков. Также Gorilla Games разрабатывает мультиплеерную игру во вселенной Horizon. Скорее всего, с упором на кооператив, отталкиваясь от концепции Monster Hunter. Hadima Productions работает над игрой в открытом мире. Кодовое название – Ocean. Впрочем, инсайдеры уже сливали, что это продолжение Death Stranding. Returnal выйдет на ПК. Впрочем, дата все еще не упоминается. Также в документе нашли отсылку на игру с битвой на машинах от студии Lucid's, которая выпустила Destruction All Stars для PS5. Речь идет о переосмыслении Twisted Metal. Как раз прямо сейчас снимается сериал с Энтони Маки в главных ролях. У Rise of the Ronin от студии Team Ninja будет мультиплеер. Ну и в сети гуляют предположения, что это документ с тайтлами, в которых задействованы разработчики только из Великобритании. Именно поэтому список весьма скромный, ведь у Sony значительно больше игр в работе прямо сейчас. EA Motive опубликовала в сети первый полноценный геймплейный трейлер ремейка Dead Space. В ролике показали все ключевые особенности обновленной версии хоррора, продвинутую картинку на базе Frostbite, улучшенный геймплей, звук и многое другое. Благодаря инновационному движку в ремейке не будет склеек камеры или загрузочных экранов, а на космическом корабле Ишимура разрешат возвращаться в ранее пройденные локации для сбора пропущенных предметов и тому подобного. Также героям второго плана расширят биографию и осветят их жизнь до основных событий Dead Space. Таким героям в частности выступит Николь. Игроки смогут узнать, что же с ней случилось во время вспышки. Именно для этого и A-Motive создала специальные дополнительные нарративные задания. Уже стартовали предзаказы. На ПК за игру просят 60 долларов, на консолях 70, в России не просят ничего, в магазинах она пока недоступна. Релиз намечен на 27 января, на ПК, PS5, Xbox Series X и S. Шумно отпраздновав свое 20-летие, компания CD Projekt представила публике свою обновленную стратегию развития на ближайшее будущее. У нее очень много всего интересного, в частности для фанатов франшиз Witcher и Cyberpunk 2077. Да, Cyberpunk не ограничится одной игрой, аниме теперь это полноценная франшиза. Официально подтверждена работа над сиквелом, под кодовым названием Project Orion. Стало известно, что новой игрой серии The Witcher не ограничится, выйдет целая трилогия, построенная на наследии The Wild Hunt. Первая игра носит кодовое название Polaris. Остальные две игры выйдут в течение шести лет после релиза первой. Также по The Witcher выйдет title Canis Majoris, сюжетная одиночная RPG, разработкой которой занимается сторонняя неизвестная студия. Project Sirius — еще одна игра во вселенной The Witcher, которая совместит в себе сюжетную и сетевые составляющие. Разработкой занимается студия Malaisis Club. Полностью новый тайтл по франшизе не связан ни с The Witcher, ни с Cyberpunk 2077 — это Project Hadar. На стадии концепта стало известно, что идея прорабатывается с 2021 года. Подтвердили больше фильмов, сериалов, мобильных игр по франшизам CD Projekt и новые игры польской студии будут включать в себя в той или иной степени мультиплеер. Next-gen обновление The Witcher 3, неоднократно переносившееся, все еще запланировано на этот 2022 год. Также CD Projekt Red откроет новый офис в Северной Америке. Ну и поделились немного цифрами продаж. Если все игры серии The Witcher превысили 65 миллионов копий, один только Cyberpunk перешагнул за 20 миллионов. Overwatch 2 вышел в ранний доступ. Игра доступна в России и Беларуси. В онлайн-шутере сразу же образовались колоссальные очереди на вход — до 20 тысяч человек. Онлайн-шутер действительно доступен для запуска в России и Беларуси для владельцев оригинальной игры. Это было подтверждено множеством игроков в соцсетях и вашим покорным слугой в том числе. Blizzard также обновила сайт Overwatch 2, в том числе русскоязычный. В игре присутствует русская локализация, в том числе озвученные реплики новых персонажей. На сайте есть информация об основных изменениях шутера. В игре теперь появился формат 5 на 5, появились три новых персонажа и обновлен визуальный стиль и графика. На этом рубрика, сопровождавшись таким количеством новостей, подходит к концу. А мы, следуя традиции, переходим к пункту А-комикса. В нашей рубрике сегодня не самый обычный гость. Да, это марвеловский комикс от Камильфо, который все еще продолжает у нас выходить, но необычный он по своему настроению. Если сейчас комиксы начинают оказывать колоссальное влияние на индустрию массовой культуры, на читателей, и я сам хотел в сегодняшний выпуск взять что-то довольно серьезное, это или Бесмертный халк, того же Марвела, или иранский комикс, который у нас переведут полноценно на русский язык, посвященный темам жизни, смерти и бескрайности космоса. Но они пока все еще не вышли, поэтому я решил рассказать вам об июльской новинке. Она довольно занятная, легкая и способна скрасить пару вечеров. Мне кажется, это самое то, что сейчас нужно в такую серую пасмурную осень. Итак, Гвен Пул наносит ответный удар. Стоит начать с того, что это комикс в том самом стереотипичном понимании этого слова. Если сейчас за словом комикс прячется лишь броский визуальный стиль, который может включать в себя множество самых разных тем, подтекстов, возможно, даже сюжетных перипетий, о которых придется подумать, то в данном случае нет. Это комикс в том самом смысле, в котором о нем могут призрительно высказываться взрослые, когда видят его киоско. Много мата, хоть и зацезуренного, гипертрофированные, гиперболизированные формулы, издевательства над пляжными эпизодами из аниме, если конкретно это какие-то фрагменты сюжета, которые никак не связаны с основной повествовательной составляющей и призваны лишь, чтобы раскрыть персонажей, или чтобы чуть-чуть снять напряжение между какими-то кульминационными сюжетными моментами. Это гипертрофированные, невероятно даже губеглазные эмоции, мимика, и, несмотря на то, что я довольно негативно отзываюсь о тонких переплетах и предпочитаю книги в толстой обложке, этот комикс идеально соответствует своему формату, в чем надо отдать ему должное. В чем завязка? Есть персонаж Гвендолин Пуль. Те, кто знакомы со вселенной Марвел, уже могут напрячься. Да, это очередная итерация Дэдпула. В этот раз это девушка, которая в себе сочетает, помимо умения ломать четвертую стену, еще и костюмы от нескольких персонажей. Это, собственно, от болтливого наемника и от Гвен Стэйси. Персонаж из той вселенной, где комиксы считаются выдуманными, ну и суперспособность проникать в другие комиксы вселенной и докапываться до ее обитателей. Здесь задумка самое что ни на есть комиксное. Персонажи хотят стереть, и поэтому, пользуясь обилием современных словечек, сленга, персонаж хочет пережить свой редкон, вторгиваясь в события, которые уже когда-то происходили, влияя на них и якобы создавая запоминающиеся моменты для поклонников. Визуальный стиль на самом деле очень приятный, хоть и с точки зрения мимики он выдает очень странные гаймассы периодически, но тем не менее динамика, текстура, костюмы, путина паука, все это очень хорошо заметно читается, и с точки зрения визуального развлечения комикс очень хорошо работает, причем где-то он пародирует стилистику, например, рисование пятнами, как это было в комиксах на заре их появления, где-то пародирует современные режиссерские манеры умещать несколько самых разных планов на одной странице, ну, разумеется, это все с соответствующими комментариями, если персонаж пытается что-то найти, то это непременно будет гиггл, который, очевидно, повторяет стилистику гугла, если мы говорим о персонажах, их варианты всегда несколько гипертрофированы, пользуются смайлики, то есть это комикс, по сути, своей небольшое из пяти выпусков, лимитное приключение, воплощающее в себе все особенности современной популярной культуры. Комикс на грани фола, пытаясь пошутить и одновременно с этим читателю продать все эксцентричные моменты, которые могут быть связаны с героями в костюмах, которые состоят из обтягивающего латекса, сама по себе. История здесь абсолютно второстепенна, она не запоминается и в целом служит таким прикольным явлением, про которое позже скажут настолько плохо, что даже хорошо. У персонажей, которые в основной вселенной в 616 или в других альтернативных считаются серьезными, даже, ну, можно о них сказать мудрыми, как, например, Рид Ричард Мистер Фантастик, здесь запросто может позволить себе форму синих макарошек и странное, неодухотворенное интеллектом лицо. Я даже покажу. Вот оно. Зато на контракте с ним максимально серьезное лицо Гвенту, существа. Ну и хочется сказать, что, на самом деле, несмотря на все, что я здесь говорил, стоит акцентировать внимание именно на первой части моего высказывания. Комикс хороший, веселый, несмотря на свою несуразность, он вас прекрасно может развлечь. Ну и я, собственно, именно поэтому вам его рекомендую. Не берите с него слишком много и получите достаточно. А мы быстренько, не теряя времени, переходим к настолкам. В нашей рубрике сегодня о настолках настольная игра, собственно, риск. В некотором смысле раритет. Во-первых, эту версию уже не выпускают, да и в целом встретить риск, особенно на русском языке, в нашей стране сейчас проблематично. Игра относится к той серии классических игр, как Carcassonne, как Ticket to Ride, как, в принципе, колонизаторы, за одним исключением. Ее механики появились еще в 1957 году. Это игра французского происхождения, связанная с стратегией о влиянии и вознаграждении. Ну и, собственно, все это сопряжено с риском, как пишется в названии. Игра, что называется, сруб. Я даже не буду этого скрывать. Она у меня очень давно. Если ее перестали выпускать в, по-моему, 13-м году, она у меня была уже до этого. И вид коробки, надо сказать, несмотря на то, что выдает, сколько времени она была у ее не очень аккуратного по тем временам хозяина, но все-таки игра хорошо сохранилась, поэтому игре это можно записать в плюс. Суть игры — военный конфликт, противостояние, стратегия, причем, вопреки современным играм, выполненные в формате минимализма, то есть по компонентам мы сейчас по ним еще пробежимся, но их тут очень немного. Поле умудряется поместиться всего в один небольшой фрагмент, то есть современные игры требуют как минимум два таких раскрываемых поля. Здесь это территория Европы. Знакомые регионы, которые можно было увидеть на контурных картах по географии. И пластиковые компоненты в сочетании с жетонами. Все воинские подразделения оформлены стрелочками. Такому минимализму можно только позавидовать. Есть стрелочки с ценой в один, есть в три, есть трех цветов. Собственно, одни игра за красненьких, одни за синеньких, и бежененькие — это нейтральные части. Есть города одинаковые, и есть две базы. Одна красная, одна синяя — это столицы. Собственно, на таком небольшом поле им предстоит играть. Стоит отдать должное. Эта игра относится к типу тех проектов, которые, несмотря на свой небольшой масштаб и, ну, можно открыто сказать, не особо солидного обилия компонентов, умудрялась увлекать. И, несмотря на то, что на Википедии уже даже есть процентные вероятности, кто с каким расчетом победит, играть в нее, несмотря на эту несколько механичность процесса, очень увлекательно. Смысл — отжать себе территории. Победитель — тот, кто захватит больше всех. Есть разные совершенно условия для победы. Есть, кто захватит все, есть, кто захватит больше к определенному моменту. Риск за свои годы пережил несколько итераций. Выходили игры и по франшизам, как, например, «Трансформеры» в 2007 году. Я дико хочу себе эту версию найти, но в России ее найти невозможно, а с запада заказать пока проблематично. 2007 года, где вместо Европы или в целом планеты Земля был Кибертрон и несколько фракций автобота, децептикон разных цветов. Были и по «Звездным войнам», причем как по мультсериалу со своим специальным режимом «Войноклонов», так и по оригинальной трилогии. Были и юбилейные здания с металлическими, с пластиковыми фигурками солдат. Есть вот такие очень минималистичные, на любой вкус и цвет. Есть с механикой «Легаси», есть с жетонами, есть без жетонов. В общем, это тот самый идеальный каркас, на который можно наваливать кучу механик. С точки зрения оформления, игра на тот момент меня приятно поразила тем, что у нее правила все. Мало того, что умещены в планшет, еще очень прикольно оформлены. То есть, смотрите, это напоминает папочку, которую, ну, не знаю, как часто можно видеть специальные донесения, но выглядит как специальное донесение. Как прям протокол, двусторонний, весь наглядно оформленный, с подготовкой, с несколькими сценариями, с пояснениями, с содержанием. То есть, для правил игры оформлены очень оригинально, и, несмотря на то, что механики очень простые, умещены они в очень емкое и понятное объяснение. Сам процесс предельно прост, это всегда одна и та же последовательность. Получить очки за имеющейся территорией, выставить войска, напасть, получить дешевт, передать ход и так до победного. Хочется отметить кубы, они тоже необычные, несмотря на то, что формы их напоминают классические. Они большие, приятные, очень хорошо катаются. И, в целом, приятно, что, несмотря на то, что могло показаться, что с компонентами не запаривались, судя по тому, что все войска это просто стрелочки. Это, да, кстати, положительно сказалось на стоимости игры. Она относительно недорогой была. Сейчас она поистине бесценна, потому что ее не продают года с 13-го. Я смотрел на МОС-игре, на некоторых площадках вроде Яндекса. Это новенькую найти сейчас нереально. Поэтому это моя любимая, дорогая моему сердцу. Я надеюсь, что вам, если вы как-то умудритесь с нее поиграть, тоже понравится. А мы от этих ностальгических воспоминаний переходим к концовке. На этом наш выпуск подходит к концу. Не переживай, мы обязательно вернемся с новой порцией интересных новостей, игр, комиксов и настольных игр. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok